У меня вступительное слово достаточно короткое, но я просто скажу откуда я появилась, чтобы было понятно. То есть дом, в котором я управлял сейчас один из собственников. И когда я обратился, скажем так, с вопросом о том, могу ли я взять еще один дом отравления, мы переговорились с ним, ну и собственно говоря, мы провели несколько встреч здесь. Ну таких рабочих я приезжала первый раз, просто не знаком, чтобы посмотреть объект. Потом мы приезжали уже тогда, безвозможного, посмотрели детально со своим главным инженером. Ну и собственно говоря, я Оксану такое некое свое понимание обозначила, что это сложно, у меня получается. Я со своей стороны вижу много сложностей, может быть не так как выяснить собственники, но при этом сказалось, что в принципе в работе взять можно. Но здесь есть ряд моментов, которые собственники должны, ну или хотя бы актив собственника должны понимать. Ну это надо как-то детально разговаривать, я не знаю, может быть не так. Ну Мария просто, она точно подойдет, но она... А, вот у нас еще, да. Ну что, я единственная, может быть нам туда присоединишься много детей? Давайте попробуем. Самое лучшее, у нас детей попросим, чтобы она знакомилась с объектом, расскажет свое видение и понимание. Значит, первая сложность, да. Первая сложность в том, что сам по себе застройщик, скажем так, не является каким-то профессиональным там, ну, застройщиком в Санкт-Петербурге. По всей видимости это лицо, ну как я там из того, что меня уже уже узнает. Лицо, у которого были какие-то определенные там возможности взять замену участок под строительство, и вызывать на нем стройку, таким образом заработав определенное количество денег. Денежных средств, как правило, там все такие проекты заканчиваются провально, именно потому, что стройка, ну, требует определенного объема, и я так предполагаю, что они начали строительство дома. Ну, обычно происходит выемка денежных средств, да, и как бы достраивать становится сложнее, учитывая, что у вас такой был долгострой длительный. Я предполагаю, скорее всего, что так и произошло. На сегодняшний день застройщик мертвый. А что это значит? Это значит, что обращаться к нему с требованием, то есть можно формировать пакет бумаг, можно обратиться с требованием о выполнении гарантийных обязательств, значит, в рамках еще строительства, там, довыполнить определенные виды работ, но реализовать это будет невозможно, это нужно понимать. Неважно, какая будет управляющая компания, это, ну, скажем так, путь в никуда, это просто будет пакет бумаг там сформировано, может быть, выигранный суд там в отношении чего-то, но не более того. Денежных средств у застройщика нет. Соответственно, предположить, что какие-то виды работ закрыть со стороны застройщика, ну, я такой возможности не вижу, по крайней мере, вот исходя из текущей ситуации. Управляющая компания, понятное дело, что это стандартная схема, когда дом, он введен в эксплуатацию, его надо передать в управление. У вас формальная такая передача дома произошла, это тоже такой, ну, вполне обычный момент. Вот, естественно, управляющая компания, которая управляет вашим домом, ну, скажем так, она фактически формально его приняла из того, что я вижу, ну, как такового управления, дома не осуществляется в принципе никакого. Не в части содержания места общего пользования, ну, судя по состоянию ваших парадных, не в части, ну, просто введения какой-то там технической эксплуатации на доме. Опять же, я там, ну, не видела всего, да, не видела технических помещений, но тут далеко ходить не надо, даже внешне видно, что такой работы, да, которая должна осуществлять техническую службу, ее нет. И вот в чем я вижу сложность в том, что качество строительства очень низкое. Ну, даже сейчас, потому что дом новый, очень много таких проблем, которые, ну, никакой управляющей компании не позволит их решить. Я объясню почему, потому что любая управляющая компания, она, скажем так, действует исходя из того бюджета, который сформирован собственником. Вот я, Оксане, рассчитала ваш бюджет, исходя из квитанции, вот как я видела, да, чтобы было бы внимание, например, какие деньги собирает управляющая компания, и, допустим, чем она располагает для, ну, каким объемом денежных средств для выполнения там тех или иных работ. То есть, грубо говоря, тот бюджет, который есть сейчас, допустим, по текущему ремонту, он не сопоставим с объемом тех задач, которые необходимо делать. Это в случае, когда их нужно делать. У вас сейчас ситуация несколько иная. То есть, денежные средства, они собираются... Да я вратарь! Ребята, женя! На вратарь мне мячик дают! Денежные средства собираются, они перечисляются в управляющую компанию, но фактически услуга не оказывается. То есть, к примеру, вот для того, чтобы, я понимаю, ваше желание, да, допустим, ситуацию изменить, но путь и подход должен быть больше холодный, чем такой эмоциональный. И, ну, просто я вам сразу советую, не используй такой вариант. Сейчас придет другая отправка в компанию, и все вообще будет сразу крутой, хорошо. Немножко не так. Вот смотрите. Вот сейчас, допустим, происходит передача прав управления, да? Любая управляющая компания заходит с юлевым бюджетом. Он еще не сформирован. Ну, а хочется сразу, как бы, увидеть. Понятное дело, что, к примеру, там, я могу поставить сотрудников, они будут выполнять определенные работы. Но первое, что мы будем решать, мы будем решать комплекс инженерно-технических задач, а не, ну, каких-то других. И, допустим, этой работой, ну, ее... Ее сразу не видно невооруженность. Она не то, что будет не видна. Конечно, там, допустим, будет понятно, что на доме есть обслуживающий персонал, да? Можно подать заявку, можно обратиться в диспетчерскую, получить обратную связь. Ну, я имею в виду, это такое... По санитарному содержанию тоже, как бы, вопрос решить можно убрать. Но всего, допустим, вот опять же, я говорю, вот сейчас там очистить кровлю, да? То есть это нужно заказывать строительный контейнер, это нужно заказывать специальный... ну, вывести весь этот объем мусора дальше, чтобы очистить одну кровлю. Вот. И это не из бюджета на содержание, потому что это, как бы, задача, которую должен был выполнить застройщик, реализовать. Поэтому хотелось бы, ну, допустим, как я понимаю, все равно у вас уже... Ну, нужно понимать, это ваши денежные средства, которые вы собрали. Они сейчас находятся на балансе управляющей организации. И хотелось бы эти денежные средства направить, ну, в какое-то конструктивное русло. Не просто их там оставить, да? При переходе ничего не передается, а попытаться заставить их, ну, хотя бы какие-то действия совершить. Вот. Потому что сейчас там они сколько года управляют? Ну, вот за год. Можно прикинуть, то есть несложно прикинуть бюджет, какой у них должен быть. По-моему, сложно, потому что, во-первых, очень мало квартир передано, во-вторых... А это не важно. Много передано. Ну, окей. Те, кто не живут, очень многие не платят. Собственно говоря, мы довольно долго не платим, потому что у нас постоянные перерасчеты, они постоянно жутки бухгалтерского. Мы должны каждый месяц. Дело в том, что долг этот останется, и как только мораторий спадет, они пойдут в суды и изыскают. Смотрите, как бы сейчас речь не о том, что кто платит, кто не платит. Это проблема управляющей компании. Вот, это они. Они как бы ежемесячно все равно... Я сейчас... Вот смотрите, он бюджет строится из чего? Из начислений. Они ежемесячно начисляют. И я считаю тот бюджет, который у них должен быть согласно начислению. То есть, в любом случае, эти денежные средства, которые они изымут у собственника, потому что собственник обязан оплачивать задержание общего мышления. Сейчас не важно, там платят или не платят. Я просто про то, что грамотнее было бы все равно те денежные средства, которые... Истребовать у них тех или иных услуг на эти деньги? А? Истребовать у них тех или иных услуг на эти деньги? Да. Весь вопрос в том, что как это истребовать? Вот. Это тоже сделать, ну, довольно непросто, потому что, скажем так, ну, вы уже сами тоже с этим столкнулись, вы можете писать письма, обращения, бумаги. У нас полезно. Такая расстоянность сидит. Ну да, я просто знаю, как это работает, к сожалению. Вот. И заставить их это реализовать крайне сложно. Просто какие-то вещи можно попытаться заставить им сделать. Вот. Ну, воздействуя там, да, через определенные административные ресурсы. Вот. Ну, как бы, это как мое предложение. Это было бы, ну, было бы сделать, мне кажется, неплохо. Вот так. Но вы не сдать, я вас тут-то никак не могу, потому что все решения все равно принимаются. Ну, смена в любом случае, она не может произойти завтра, внезапно. Мы решили, и завтра поменялись. Поэтому время на это устроение есть, и его потратить на это было бы, наверное, разумно. Потому что эти деньги, я так понимаю, уже, условно говоря, ими начисленные, и никакого обратного хода не имеют. Поэтому, да, наверное, эти шаги полезны. Какой-то, да. И в любом случае, даже, знаешь, на что я тоже написала, в любом случае надо, все равно, составить, ну, вообще, это как бы акт осмотра, да, то есть, у нас ежегодно составляется акт весеннего осмотра, акт осеннего осмотра. Ну, это как бы, текущий мониторинг состояния строительных конструкций, да, когда, ну, вот мы смотрим, и так формируем, значит, этого, план ремонта, длительного, да, там, в текущем году, либо какие-то такие задачи, более долгоиграющие. Учитывая, я говорю, что состояние строительной конструкции вот этого здания, ну, скажем так, на сегодняшний момент я его оцениваю тоже, как аварийное, в части фасадов, в части этих элементов, там, ограждающих конструкций, вот, и считает целесообразным все-таки такой акт сделать, ну, объясню почему, потому что, ну, дом, свое здание нужно рассматривать всегда в перспективе, да, это объект капитального строительства, потом будет формироваться программа капитального ремонта для этого здания, да, почему нужно смотреть под этим углом, потому что, ну, собственники, они формируют один бюджет, это текущий ремонт, а другие денежные средства, они направляют в центр капитального ремонта, это, понятное дело, долгоиграющая задача, вот, но, опять же, нужно, чтобы программа была сформирована определенным образом, и, к примеру, потом, если сформировать счет капитального ремонта как и спецсчет, да, не в этом, не в ФРС, а у себя, то, в принципе, собственники вправе принять решение, ну, там, по истечении, да, и при определенных условиях о более раннем проведении капитального ремонта. Ну, то есть, я имею в виду, что это позволит хотя бы как-то рассматривать вот приведение здания, да, какой-то более надлежащий вид, ну, в перспективе десяти лет, да, вот, октября. Это выполняет третий пункт, да? Да. Да, 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 да. Да. Это, да, составляется, вот. Ну, тут, на самом деле, тоже, ну, я вот так примерно уже можно говорить, еще, ну, заходить там, вот, через госстрой, да, потому что они, в принципе, там, выдают документацию, вот, ну, в любом случае выстраивают взаимодействие с администрацией, потому что они осуществляют мониторинг, да, и надзор за текущим состоянием и техническим объемом, вот, потому что у вас такие были разные акции, там, приехал, там, помошенный губернатор посмотрели, там, издвинены, там, дом достроили, все, опять гносили, там, дальше ничего не происходит, там, может быть, еще там, ну, точка кипения, там, дойдет до какого-то, да, там, еще что-то сделать, такие вот почечные, ну, да, терпись на голову, упадет кому-нибудь, и будет точка кипения, что они сделают? Ну, нет, да, это, ну, на самом деле, да, это, не смешно, это не смешно, я всерьез говорю, абсолютно, это не смешно, я, почему, я, кстати, изначально сказала, что, вот, ну, допустим, такой дом, да, это управление, я имею в виду, что я рассматриваю управление, именно с точки зрения управления домом, да, мы говорим, ну, о работе над объектом, а не просто там, о том, что вы пригодите за них, понятное дело, что, это управляющая компания нужно, ну, менять в любом случае, тут, обсуждать нечего. Как это сделать? Смотрите, делается это тоже, как будто бы, непростой, то есть, в любом случае, это, через общее собрание собственников, да, вот, но я хочу сказать, что, в большинстве случаев, я не говорю, что это будет, там, сто процентов у вас, потому что мы все равно не знаем намерений, и вообще, как бы, позиции, там, ты управляешь компанией, здравствуйте, которые есть сейчас, но, будь этот непростой, в части чего? Вот, допустим, вы провели общее собрание собственников, очень большой проект, вы его реализовали, набрали форум, собрали необходимые голоса, избрали. протокол отправляется в государственную жилищную инспекцию, значит, при условии, что предыдущая управляющая компания согласна, и она направляет уведомление о том, что да, мы знаем, что собственники приняли такое решение, мы не против. Вот, тогда, в течение 10 дней, они, как бы, закрывают эту проверку, и вносят изменения в реестр лицензии, и все, дом переходит. Чаще всего, все равно происходит борьба за дом. Да, и тогда управляющая компания предыдущая, они направляют тут же, такой же протокол о том, что было такое собрание, липовое, не важно. Ну, дело в том, что, я думаю, если Коккинская так поступит, она совсем не хочет. Нет, она, она уже увлечена. Это никого, никого. Это не, я вам рассказываю. Она уже увлечена. Это никого, никого. Я вам еще раз говорю. Вот вы, как бы, эмоции оставляете сюда. Да, да, да. Это бабло. Поэтому они, это уголовка. Это уголовка. Где предыдущая уголовка? Я имею в виду, что если наступает такая ситуация, здесь опять нужно активировать всех собственников, потому что каждый должен тогда направить в ГУЖИ подтверждение, заявление о том, что нет, я участвую вот в этом собрании, а вот в этом не участвую. И, как бы, если наберется вот эти подтверждения... Да еще один куровный собрать прийти. Ну, вы должны понимать, это вот так, по-другому это не будет. Да, по-другому не будет. По-другому не бывает. Вот. Это в случае, если они, грубо говоря, начнут какую-то борьбу за дом вести. Тогда нужно... Это просто собственники все должны понимать и знать, что вот, ну, ситуация может быть такая, соответственно, нам придется принять участие, повторно, да, там, повреждать свой голос, который я отдал. Значит, вот, собственно говоря, процедура такая. Проблема в том, что они еще за собой держат всю коммерцию, получается, паркинг, и еще куча квартир. Да, ну, квартира нет. Квартира нет. Не совсем, не вся коммерция. Не совсем всю коммерцию. Вот смотрите, здесь вот опять же говорю, на самом деле, если уже выходить в реализацию этого, это все математические подсчеты. Вот. Я потому что сама вещь этот путь прошла, и тоже сначала было так национально, а потом, здесь, скажем так, что это просто подсчеты, нужно, ну, как бы получить выписки все, да, понять, кто собственники, вот, и понять, какой нужен форум, какое количество методов. Извините. Ну, она опасная. У нас выписка-то есть, мы тут заказывали по своему дому. Ну, это не та, это не та. У нашей отдельно выписки заказывали. Я сейчас, я сейчас не понимаю, что заказывали выписки, у меня осталось два, две парадных. Ну, значит, пока мы дальше не двинулись, можно вопрос про начало? вернемся чуть-чуть. Ну, я просто хочу сказать, что выписки будут на это. Ну, да, а дальше, как выборы, как мы смотрим, не знаю, какими-то американскими, губернаторов там зачастливают на ДСК, то же самое с одной стороны делать, если могут правильно, не знаю. Скажите, у вас один сейчас дом? В управлении? Ну, у меня, смотрите, один дом в управлении, и два дома, которые, ну, мы там пополняем комплекс инженерно-технического обслуживания, в управлении я их не беру. Ну, у меня молодая компания, я открыла ее в ТОП году, вот, но сам опыт работы в этой серии уже большой. А вы живете в том же доме, в котором вы передаете? Конечно, да. А чего вы в ТСЖ не стали делать? Нет, почему? У нас форма там ТСЖ, я пока не отдаю, но сейчас, как бы, вот, я просто всю службу технической эксплуатации оттуда вывела, вот. Ну, это, знаете, как сказать, это внутренние такие моменты, да, как я там организовываю это. Вот. У нас там создано ТСЖ, но, если честно, то в перспективе я хотела бы, ну, там снять ТСЖ, потому что нагрузка большая. Ну, и там еще очень сложный дом. сложный в плане, там большой комплекс общественного имущества, ну, инженерно-технического оборудования, такого дома, в принципе, ну, другого, наверное, нет, потому что у нас дом находится на берегу озера, он находится ниже уровня городских коммуникаций, и все на насосных станциях абсолютно все, все системы, и обслуживать их очень дорого. Вот. Когда создавали ТСЖ, мы, ну, рассчитывали бюджет, да, по управлению, но он все равно, ну, дороговато, скажем так. Вот. Очень, собственно, у нас очень большая нагрузка на содержание, потому что домик маленький, он у нас малоэтажный, а нагрузка, объем содержания очень большой. Вот. А где больше? Выборгское ССЖ по 12. А. А. Ну, смотрите, вот у меня сейчас персонал такой достаточный, чтобы для, ну, обслуживания там, грубо говоря, пяти комплексов, да, вот так вот мы считали, то есть в составе главный инженер. А. Раньше у меня, ну, три техники, да, техники и сантехники, теплотехники и ледки. Вот. А. Теплотехника я убрала, взяла подрядную организацию, потому что там, они работают, удобно. Т.е. они у вас разъездные, а прилетные, разъездные все? А. Смотрите, ну, как бы, схема обслуживания, она строится не из того, что техника. Ну, у меня, допустим, подход к работе такой. У каждого, там, у каждого техника, да, есть определенный проект работы, и есть свои задачи, которые они выполняют. Допустим, что касается части обслуживания, мы знаем работу, из чего она строится, и техники выполняют свои задачи. Т.е. я не ставлю такими задачи просиживать пять часов, там, с девяти до шести, чтобы он сидел в подвале, курил. Это зависит от кого-то прорвало. Нет. Это, посмотрите, работа строится так. Есть часть работы, это наша плановая работа. Мы знаем регламент, да, обслуживание. Вот. У нас, к примеру, обходы, вот, они выявляют какие-то места. Это эксплуатация, да, и тут еще, собственно говоря, нужна техническая служба и для того, чтобы появиться заявка, ну, я условно говорю, и сидеть и ждать, когда там труба рванет, мы пойдем там, в сорок пятую квартиру. У нас, как бы, не такой подход. Они следят за состоянием общественного имущества, да, мониторят его. Мы стараемся выявлять проблемные какие-то участки, и, соответственно, работаем по ним. Другая часть работы, это работа с заявками от жителей. Соответственно, они делятся на какие-то текущие работы, вот, ну, к примеру, что-то у вас там подкапывает, да, там, не знаю, соединение какое-то. Это заявка, которая может быть исполнена, так, в течение трех месяцев, договоренности с собственником, да, когда он будет дома, в удобное время. А есть аварийные заявки, прорвало, пришло, затапливает. Для этого, ну, существует, ну, гласуточная аварийная диспетчерская служба, и, соответственно, техник поезжающих... Да, конечно. Здесь у них было просто рабочее время, после шести, по-моему. договору, они приезжают, перекрыли стояк и уехали. Все, как бы, в этом задача аварийная техника устранить причину, там, аварии. Поэтому, скажем так, вот, у меня техники, они, ну, выполняют комплекс аварийный. Просто здесь проблема на приватную анализацию. Да, я слышала про это. Почти каждый день... Ну, вы понимаете, как бы, мы сейчас, вот, давайте не будем углубляться в эти вопросы, потому что, во-первых, мы не знаем, из чего эти проблемы сложены, да, в чем суть этих проблем. там, предполагать какие-то вещи, ну, сложно, да, там, в чем может быть проблема? Она может быть, я, ну, с ребятами уже проговариваю, она может быть выстроена, грубо говоря, там, из, там, дефектов монтажа, да, либо просто из невыполнения регламентных работ. К примеру, раз случился засор, колено не почистили, либо не дочистили, да, где-то остался... А в лежаке, там, длинные лежаки, 15-митровые и... Ну, мы не знаем, мы не знаем, из чего сложена причина, понимаете? Вещь не идет, понимаете? Никакая управляющая компания не заходит на дом и не начинает все менять. Вы должны это понимать. Управляющая компания управляет, обслуживает то, что на доме смонтировано и есть. Вот это нужно понимать. Задача эксплуатации, да, это продевать срок службы, да, строительных конструкций, инженерных систем и коммуникаций. И в этом стоит задача эксплуатации. Управляющая компания не занимается тем, что она пришла на дом, и, там, на столе прокладывает новые трубы. Нет. Эта часть понятная. Азад более чем хорошо себе представляет, как организовано это дело. Вы просто неправильно поняли его вопрос, да. Он явно представляет, что будет делаться. Как это сделано? Да, понятно. Я просто, ну, как бы, еще раз говорю, я что-то видела глазами уже, да, и понимаю, допустим, что там, из чего сформированы проблемы. Что касается инженерных коммуникаций, я не могу их посмотреть. Я не видел ни ИТП, да, ни водомернувы, ни как положены сети, кабели, ни ГРШ. Ну, поэтому мне сложно предположить, в чем там может быть... Мы тоже не видели. И как Вы оцениваете перспективу получения, не знаю, по решению суда или по распоряжению какой-нибудь ГЖИ, проекта просто от застройщиков. Потому что у нас... Проекта чего? Дома. У нас даже нет проекта дома текущего. Нет, нам не дают. Ну, вам они... То, что они... Посмотрите, то, что не дают, по идее, вся техническая документация на дом, дом не может строиться без отсутствия проекта. Само собой оно было. Вот. И, соответственно, у управляющей компании все равно техническая документация какая-то должна быть. Вот. Опять же, два варианта. Либо застройщик, к примеру, что-то не передал, да, его нет. Но, по идее, они все равно при передаче дома управления, вот, они обязаны передать всю техническую документацию на дом. Она отдается, смотрятся проекты. Практика... Не могут они замахамурить вместе? Понятно, что эта управляющая, она для этого застройщика. Они в спарке работают. Давайте сказать, здесь возможно все. Могут не отдать. Но сейчас просто немножко не те времена, вот, когда эта деятельность стала лицензионной, делать такие вещи стало сложнее. Вот. Потому что, как бы, это лишение лицензии, если они, к примеру, там скажут, мы не дадим техническую документацию. У них есть установленный срок. То есть, это как бы одна жалоба МГЖИ. Ну, и... им надо будет выбирать. Либо они лишаются лицензии на управление, либо они передают техническую... Ну, смотрите, вот еще хочу вам пояснить. Я говорю, любая сфера, да, там, даже назовем это бизнес или еще что-то, все равно без какого-то административного ресурса и поддержки, да, очень тяжело работать. Соответственно, как бы, там, у меня есть определенные ресурсы, которыми я пользуюсь, да, мои личные. Вот, соответственно, ну, там, ребята написали, вы можете написать жалобу, да, на наших пляжах, да, а можно ее, там, в... Вот, можно с ним. Да. Там Оксана смонтирует. Ну, это просто, как бы, я вам честно об этом говорю, без этого никак. Соответственно, то же самое с передачей дома. Ну, вы должны понимать, что, к примеру, если, как бы, я захожу в этот процесс, да, соответственно, ну, я тоже сначала все выясню и пойму, да, сможет. Мы разговариваем. Мы разговариваем. Да, и какие будут сложности. А уж, если они будут, соответственно, ну, я буду их решать самостоятельно. Потому что вы их решить не сможете. Мы не слышала у себя ничего. И еще вопрос. Спроси его, не снимай, пожалуйста. Оксана, к вам в том числе и Маша. Вот сейчас, кто у нас ремонтирует фасады? Из чего бюджета? Мы можем это как-то выяснить? Это делает Авершенко в застройщиках? По гарантии. Ну, да, есть письма застройщика. Скорее всего. Скорее всего, это застройщик, мне так кажется. Но вот мы наблюдаем просто эти работы из своего окна у нас на противоположный корпус. Ну, там, да, там, ну, вопрос, там, не знаю, там, наверное, тысяча рублей. Там эти мужики приходят и что-то там просто кисточку мают. За тысячу рублей, к сожалению, никто на фасад не полезет. Это высотные высотки. Ну, а у нас фасад в таком состоянии, что вот то, чем они сейчас занимаются, это, ну, это просто создание видимости. Ну, они делают то, что могут. Ну, смотрите, вы вот не, как бы, честно говоря, не вдавайте в этот вопрос, кто там, ну, за счет это делает. Они как бы делают, скажем так, ну, возможно. Исполняют. Возможно, да. Вот могут они так делать, вот они так и делают. Ну, по-другому, по-другому. Потому что, по идее, вообще, ну, существует какое-то временное решение, да, как, например, у них нет бюджета, они временно, да, устраняют какую-то аварийную проблему. Вот. А по идее, они зашли восстанавливать их в соответствии с проектом. Ну, как там сейчас внутри? Шансов заменить на новый фасад, я думаю, что, ну, он быстрее в лесу сбежит, нежели он будет перекладывать целый фасад. Ну, вот смотрите, еще раз говорю, здесь есть два пути. Значит, во-первых, нужно понять объемы работ на фасаде, да, какие они и какой объем работ. А сметить его, понять, какая тут цифра. Это миллион, два миллиона, 15 миллионов, 20 миллионов. Ну, вот, понять, какая это цифра. За 70. Может быть, 70. Но я, мы не знаем сейчас, потому что мы не знаем объем, мы не знаем вид работы, да, и сколько это будет стоить. Соответственно, когда это отмечивается, тогда становится понятно. К примеру, если мы делаем это за счет текущего ремонта, там, в течение, допустим, 3-5 лет, да, ну, в зависимости. Если это, там, сумма миллион, можно принять решение, либо, там, ну, о начислении каких-то целевых взносов, да, собственников, для того, чтобы закрыть эти работы по фасаду. Если все согласны, делаю, не согласны, значит, вот этот фон текущего ремонта, там, вот он у нас, там, примерно, сколько, 200, там, тысяч, значит, вот вы его собираете и эти деньги направляете частично, да, там, вот, в течение, допустим, 5 лет восстанавливается фасад. Вот, только так. Если, ну, вот я уже сказала, к сожалению, мы бесполезны даряем. Сейчас, да, сейчас они что-то мажут по крепичам разрушены. И делают это, судя по всему, значит, это верчина. Если мы сейчас меняем, вот, ну, я не знаю, сможем ли мы его дальше понудить к тому же самому. Вот смотрите, вы тоже разделяете вопросы, то есть, ну, скажем так, застройщик, да, есть управляющая компания. Смена управляющей компании никак не сказывается на ваше отношение с застройщиком. Это тоже нужно понимать, потому что обязанности застройщика, да, это обязанности застройщика. Вот. У обязанности управляющей компании, это обязанности управляющей компании. Это разные вещи. Да, это понятно. Я понимаю, что они аффилированные, вот, но здесь даже в большей степени это играет в минус, в минус, нежели чем... Марина, ну, просто эту ложечку дальше кладет на бок. Там и так сейчас исполнительных листов, ну, стопка. Да, я видела. А как только мы, допустим, официально меняем там управляющую компанию, приходим к нему, говорим, меняй собака фасад, ну, чини фасад. Вот. Он просто эту ложечку полностью кладет на бок, объявляет ее банкротство и все. Вот о чем речь. А он уже, я вам говорю, что вот уже сейчас, ну, там на счетах, грубо говоря, ну, там все выведено. На счетах ноль. Взысканий никаких, это просто будет бумажка. Ну, ничего не получится. Единственный вариант, ну, я вам говорю, что единственный вариант, но, опять же, вот даже из, как бы, такой предварительной формации, да, это попытаться, как бы, ну, со стороны, там, скажем так, определенного круга лица воздействовать, ну, чтобы он просто хоть какие-то закрыл... Ну, у него всяко есть подрядчики, да, ни один застройщик не работает самостоятельно. У него есть генподрядчик, у него есть подрядчики, вот, соответственно, которым он расплачивается там теми же самыми помещениями, да, еще чем-то. И какие-то виды, там, работ, чего-то, он, в принципе, может за счет подрядчиков, ну, за счет себя, да, за счет подрядчиков, ну, реализовать. Ну, какие, мы не знаем, я говорю, ну, не знаю, сможет, не сможет, будет, не будет. Вот, сейчас я предполагаю, что это, ну, делают управляющие компании средства текущего ремонта, там, я предполагаю, закрывают фасады. Вы тоже будете со средствами, ну, соусобных средствами? Ну, а альтернативы какие? Любая управляющая компания работает на бюджете, который сформирован... Ну, это не так же, говорят, что одна квартира с 5 рублей только платит. Нет, это не то, что она платит. Еще раз я вам говорю, платить, вот, смотрите, кто такая управляющая компания? Вот, есть здание, да, у вас в этом здании, у каждого есть свой объект недвижимости, квартира, помещение коммерческое, неважно. А есть, ну, общедалевое имущество, которым должен кто-то управлять, да, обслуживать. Для этого нанимается управляющая, да, я всегда это упраздняю немножко, чтобы было понятно. Управляющая нанимается, которому поручается право управлять общедалевым имуществом. Вот, соответственно, заключается договор, формируются условные сметы на содержание, да, на ремонт, содержание, на выполнение определенных видов работ. И, исходя из этого бюджета, любой управляющий занимается управлением домом. Никаких других финансовых ресурсов у него нет. И он взимает плату, да, за то, что он этот пункт реализует, да, то есть, грубо говоря, это все денежные средства собственников. Никаких других, ну, вариантов здесь нет. Вопрос. Это нужно понимать. И это имеет в виду, что у нас малый процент собственников платит за... Нет, у нас на самом деле это само. И это задача управляющей организации, да, вот, собирать денежные средства. Это тоже, ну, я бы говорю, одно из направлений, которое существует, да, работа степениторской задолженности. Просто в общепринятой практике это делается как, ну, управляющая компания вывешивает там парадную на дверях списки, черные списки, пишет у нас там... Я вот вам хочу сказать, ну, из своего примера, вот, когда я заходила на дом, у нас управляющая организация, это был основной аргумент, они говорили, что дом убыточный, на доме должников, и прям вывешивали там у нас за должность 2 миллиона, никто не платит. Вот, и были определенные страхи у людей, что как мы будем, ну, как мы будем обслуживать дом, потому что никто не платит. Вот, я вам хочу сказать, что вот за сколько, 7 лет управляя домом, у меня собирались 96%. И всего я подавала, наверное, у меня было за всю мою практику, там, 3 судебных приказа. Я даже в суд ни разу не обращалась за 3 судебных приказа. Ну, дело не в том, что маленькое, дело в том, что, как бы, ну, я занимаюсь этим, да, и, как бы, это несложная работа, просто я говорю, ну, в практике управляющих компаний есть определенная, ну, скажем так, вот, такая тенденция, ну, а не вообще тема, хотя это, как бы, основное, да, формирование бюджета. Потому что, если нет денежных средств, тебе, ну, не с чем работать. Соответственно, ну, я так предполагаю просто, что, ну, для этого нужно выделять, там, может, какое-то, там, что-то подразделение, да, по работе. Ну, на самом деле, это такая трудоемкая работа, вот, но она должна осуществляться, потому что это основная деятельность, в принципе, любой компании, да, не важно, коммерческая, да, или, там, какой-то другой. Поэтому я говорю, это, ну, не та проблема, которую стоит рассматривать. К тому же, вы должны понимать, проблема не платежей, она тоже сложена из многих проблем. Вот, допустим, вы заехали в дом, где ничего не делается, вот, ну, вы же сами, ну, не сильно хочется платить, да, и не хочется платить. Да, и расчеты еще постоянно неверные. Эта часть понятна, что люди видят работу, люди видят ответ на вопросы, люди платят. А когда люди видят, да, у них, допустим, снимается напряжение, да, они хотя бы начинают понимать, что, ну, да, вроде как-то, ну, оправданно, да, что я. Вопрос следующий, можно, да, мы ответили? Скажите, пожалуйста, насколько управляющая компания подотчетна жильцам, собственникам или совету дома? Можем мы у своей, например, сейчас управляющей компании, ну, вот вы себя в их тапки поставьте, запросить внятный ответ, из чьих средств ремонтируется фасад сейчас? Вы, конечно, можете. Вот смотрите, вот опять возвращаемся к вопросу, вы, грубо говоря, наниматели, да, этих услуг. У нас нет органа представительного, мы пока что 300, мы внимательно. У нас есть законодательство, да, то есть, грубо говоря, вот управляющая компания фактически стопроцентная раскрываемость информации, да, вплоть до финансово-хозяйственной деятельности. Как бы вся информация может быть предоставлена собственнику, понимаете, по запросу. В принципе, любая информация. Просто есть какая-то, ну, знаете, к примеру, если там, вот, хочу получить там проект фасадов, но его физически не предоставишь. Проект это, да, то есть, грубо говоря, либо вы приходите там, ну, смотрите какие-то части, потому что это, ну, огромная документация. Либо там, хочу посмотреть оригиналы паспортов узлов учета, вот, покажите мне, да, там вот такой талмуд. Ну, я просто говорю об адекватности, да, запроса. Здесь, пожалуйста, вы обращайтесь в управляющую компанию. По идее, любая компания выкладывает все сведения, да, либо из ЖКХ у нас все есть ресурсы, где мы обязаны. Ну, раз в год, это не раз в год. Мы выкладываем туда все сведения, да, о текущей деятельности. И сейчас вообще вся, ну, деятельность переводится вот туда, то есть сейчас мы уже там выкладываем информацию о текущей деятельности, Договоры можно выкладывать, можно не выкладывать. Ну, это я вам говорю, что это пока нет такого там четкого требования, что мы должны выложить там договоры, да, ну, сканы документов. Вот, там заполняются там определенные формы, и мы заполняем там, вот, объем работ, да, что делается по дому. Я так понимаю, что Кокнишка только с кем-то, да, с водоканалом или с кем-то буквально? Ну, там, по-моему, вообще только с 5-3 года. А, да, вот. Ну, это не подрядчики, это ресурсоснабжающие. Нет, ну, в смысле, я могу. Ну, по-вашему дому там фактически ничего не законно. У ресурсоснабжающей организации, у них все стандартные договора, там ничего интересного нет. Да, вообще. Нет, а там ничего, ну, ресурсоснабжающие, понимаете, такие договоры, в которых... Я поняла, вы хотите по работам понять, кто что делает. Я, да. У нас самый дорогой и самый сложный вопрос, ну, там может быть СТП, может быть с отоплением паркинга сложности, я понимаю. Но у нас по фасаду самый животрепещущий острый вопрос. Ну, потому что он у вас смешит. Естественно. И это дорого. И все, что они, если мы начнем на них сейчас изо всех сил там давить или их менять, я боюсь, что все, что они сделают, это либо зеленой сеткой завесить, либо полосатой ленточкой вдоль всех тротуаров повесить. Ну, типа временное ограждение. Я за полосатой ленточкой. Я тоже за полосатой ленточкой. Это не спасет фасад. Полосатой ленточкой плохо чинят фасад. Так вот, и поэтому нам хотя бы, например, сейчас запросить, кто чинит. А что вам отыдать? Кто платит? Управляйка или застройщик? Они отвечали. Застройщик. Застройщик. У него гарантийное письмо о том, что до августа... Нет, а что вам отыдалось? Какую проблему вы решили? Я пытаюсь понять. Мы с этой управляющей компанией и с этого застройщика еще успеваем что-нибудь получить по фасаду? Ну, вот смотрите, если это заявлено и если он в рамках гарантийных обязательств что-то делает, то он делает. Но вот это что-то... Как это вам пояснить? Даже я не могу прокомментировать. То есть процесс устранения, скажем так, дефектов, он должен быть сопоставим. Я говорю, либо они это восстанавливают в соответствии с проектом. Вот. То есть сейчас мы видим просто глазами, что это делается не в соответствии с проектом, а это делается с целью устранения, я говорю, наиболее аварийных мест. Да, ремонтно-аварийные работы. И вот мы уже ходили, смотрели. Вот честно могу сказать, очень небольшое впоследствии у меня в части именно ограждающей конструкции. То есть как бы как сформирован сам пирог, каков проект, и поставить его как он сделан в оригинале. То есть у меня нет такой возможности это сделать. Вот. Но это самое пугающее. Потому что смысл там сейчас копаться в том, кто и как это делает. По идее, ну с моей точки зрения, правильно было бы понять и сопоставить вот эти две части. Как он изначально был. Что в проекте по вентилируемому фасаду и что фактически. То, что он у вас не вентилирует, это однозначно. То, что здесь вопрос стоит, ну скажем так, довольно серьезно. Потому что надо в связи с тем, что фасад построен не в соответствии с проектом. Ну вообще вопрос очень серьезный, если честно. Ну по идее надо все равно вскрыть в определенных разных частях эти пироги. Вы смотрите. Вот. И принимать решения, ну на уровне даже, скажем так, гостроя. Да. Это либо пусть они вносят изменения с помощью застройщика. Ну это определенная административная работа. То есть либо надо менять сам фасад. Потому что, да, он должен быть по идее вентилирован, но он не вентилирован. Перестроить дом уже никто не перестроит. Соответственно, либо это закрывать другим фасадом. То есть существующий фасад закрывать другим фасадом каким-то. Вот. Но это решение, скажем так, даже не собственников. Вот. Это нужно решать на уровне, ну вот есть специалисты, да, проектировщики, строительщики. Да, но это кто-то должен инициировать. Вот. Я имею ввиду, что ваша проблема с фасадом, она именно такая. И вот там ковыряться в том, кто замазал стену пластилином, там, застройщик или там. Ну, смысла в этом нет. Вы ничего этим не решите. Это как бы не решение проблемы. Вот. А по-другому ремонт не выполняется. Понимаете? То есть он, по идее, должен выполняться иначе. Ну, под производство работы. Ну, сейчас, ну, вам просто это замазывают. То штукатурное ремонт кирпичной кладки, вообще говоря, я вижу на многих из дома. Ну, это делается в случае, говорю, когда надо просто устранить. Я тоже вижу такой ремонт. Это делается в случае, когда нужно просто устранить, ну, вот какой-то видимый дефект. Все. Ну, это как бы не работа застройщика. То есть, смотрите, вы должны понимать, вот, ну, сейчас постараюсь объяснить понятно, что такое выполнение застройщика в гарантийных обязательств. Вообще, по идее, когда выявляется, допустим, какое-то нарушение либо дефект в ходе строительства, и он заявляется, предъявляется застройщику, и его задача выполнить эти работы в соответствии с проектом. Вот это задача, и это как бы план работ по, значит, устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств. А вот это все, это, ну, я говорю, это просто, скажем так, аварийное какое-то там вмешательство. Ну, вот так. Ну, поэтому какой-то работы там застройщику я здесь, ну, совершенно не вижу, и предполагаю, что его не будет. Потому что, естественно, это, ну, это большой бюджет, это большие денежные средства. Просто так, ну, их получить откуда-то невозможно. То есть, изначально нужно запросить элементарно проект Махада? Конечно. Нет, я думаю, только проект просто брак кирпича. Ну, почему кирпич-сыпица, это может быть одно, а что с вентилируемым, не вентилируемым, надо смотреть проект. Вот смотрите, да, вот я говорю, вы сейчас мыслите методом предположения. Да, из того, что это может быть и брак кирпича. Но вот, я говорю, пока вы не видите сам миров, как он сделал, понимаете. То есть, вот смотрите, вот мой прошлый раз, да, Саша, помните, он уже снял. То есть, по идее, это должен быть вентилируемый фасад, да? То есть, он должен продвигаться. Там тоже, ну, он строится из определенных там частей. Не, я у них заправь, давай, давай. Они здесь далеко проекты, идет слой ваты все-таки. Ну, вы же не знаете, есть он? Мы можем, конечно, сразу. Вот я говорю, а мы не знаем, есть он этот слой ваты, есть ли? Есть, есть. Если вы тех порадуев, перед нами. Ну, это не весь фасад. Посмотрите, не, вот по идее, вот давайте так, эффективно, вот у вас обсыпается часть фасады, да? Вы залезаете туда, снимаете, смотрите там, в этом месте, пирог, отлив снять, да, посмотреть. Вот, исходя из этого, уже сформировать там, грубо говоря, план ремонта этого участка. Этого же не делается. По-моему, просто надо снимать всяких ключей. Ну, это, да. Ну, короче, вот смотрите, по идее нужно сделать так. Тогда вы реально поймете, да, вот в этом месте, вот в этом проблеме или не в этом проблеме, или в чем-то другом. Как ее можно устранить, а? Ну, да, чтобы хоть начать с чего-то. Вот, понимаете, для этого, я говорю, для этого есть технические специалисты, которые, ну, принимают решение, что и как сделать, ну, я говорю, в части строительных конструкций. Понятное дело, по отливам уже все понятно, да, они тоже являются частью, формирующей эту проблему, потому что они выполнены неправильно, незогно, из них все течет вода, затекает за фасад. Вот, ну, я говорю, да, проблема такая комплексная складывается, безусловно, то есть, вот даже мы когда обсуждали, сначала все равно нужно, ну, нужно устранить проблему с отливами, нужно отвести воду от стены, ну, максимально возможно, да, но это, опять же, это перезелка всех отливов, на кровли, да, на этих, на баллонах. Ну, может быть, не всех, но дефектовка, это точно. Нет, конечно, без этого никак, но я имею ввиду, что... Я просто занимаюсь гидроизоляцией, ну, мы делаем подземные конструкции, в основной практике, да, кровли, мягкие кровли, там, и отливы не совсем наши, но бывает рядом оно, поэтому... А вы что, вы восстанавливаете, закачиваете, смолуете? И это тоже делаем, ну, любой гидроизоляционный ремонт, там, печет, цветовые треянки, санвалы и т.д. О, вы делаете ремонт. Так, так, нашли подрядчика. Нашли подрядчика. Нашли подрядчика. Мы начали продвигать. Я паркинга Верченко предлагал, но у него общестроительное понимание об этом, то есть гидроизоляционный ремонт – это дорогая работа. Да, это очень дорогая работа. Очень узко специализированная, ну, по нашим меркам не очень дорогая, а по меркам общестроителей, которые привыкли к двумя узбеками, там, ЦПС-налятой. Ну, это так же, как, да, с двух сторон. Для вас, как для собственника, это будет дорого. А для вас, как для человека занимающегося этим, да, подрядчика, вы понимаете, что какой-то объем, да, и какие-то денежные строительства. Вот так, собственно говоря. В общем, я оберченку паркинг предлагал, поэтому вы на меня... Паркинг вам в любом случае, я так понимаю, нужно будет делать, я не знаю, что там, с перекрытиями. А я могу, не глядя в любое место, ткните пальцами, я скажу, там нужно будет делать. У нас нет ни одного сухого паркинга в городе, ну, кроме у Юита, я видел. Нет, он на моего. Хорошо. Да. Еще там... Еще-то там не было, да? Нет, нет. Приезжайте. Здорово, след не до обследования. Нет, мы тоже устраняли, весь комплекс сделали. Да, но я имею в виду, что у нас вообще считается одним из лучших паркингов в городе, именно с точки зрения того, что туда все паркинги текут. Вот хорошо. Она что-то удивительная, не знаю. Бывают подчиненные, которые уже не текут, да. Нет, ну, он просто может быть не такой большой, не знаю. Это мы отступили. Да, да, да. Давайте дальше по какие у нас были вопросы. Я хотел вас еще спросить. Вот вы рассчитывали примерную какую-то, ну, прикидку по расходам на этот дом и даже предварительную какую-то оценку коммунальных платежей. Да. Ну, это не сложно. Да. Техник-сантехник на вашем доме, да, ну, исходя вот из, я что же не понимаю, по какому у вас, конечно, заявок. Ну, в любом случае, я предполагаю, что не меньше, там, то есть 3-4 раза в неделю, это точно должны быть техники здесь, да. Вот, это, ну, скажем так, я почему так думаю, может быть даже и чаще, может быть вообще ежедневно, потому что я не видела подвалов, не знаю, да, еще не очень понимаю, что с насосными станциями. Соответственно, если это насосные станции, тогда это, да, это ежедневный график, прибытия здесь техники, по-другому никак. Вот. Соответственно, если там нет насосных станций, нет насосного оборудования, да, то можно выходить, ну, в график, там, 3-4, вот так вот, да, то есть, чтобы там через день был техник. Там точно есть. Ну, я не знаю, какая, да? Тут канализация ниже, ну, ниже, вот, на месте, что не выкачивается все наверху. Здесь выкачивается, они только осушают подвалы, да, но не каждый день. Нет, там просто, знаете, там есть разные. Есть насосные станции, которые подкачивают, наоборот, нагнетают давление, да? Не-не, нагнетают, они есть, да. Вот, а есть насосные станции, да, которые, наоборот, выкидывают, да? Вот, если количество отключится, да, они отключают тоже. Ну, вот, я говорю, я не знаю, техника. График работы планируется исходя из объема задач, понимаете, на технические специалисты, вот. Я говорю, и учитывая то, что в этой деятельности основной это все-таки мониторинг-систем, ну, и я предполагаю, что здесь, конечно, ну, изначально в любом случае будет большой объем задач. Это как на любом объекте, который, ну, куда ты приходишь, изначально он всегда больше, потому что, ну, каждый его по-своему оценивает, да, мы уже не знаем, вот, что там. Понятно, пока предварительно, значит, сантехник от 3-4 до ежедневного, возможно, в неделю. У теплотехник у него отдельные задачи, да, вот, ну, фактически такие регламенные. То есть, он тоже один на несколько ваш домов, он по расписанию. Нет, да, и сейчас я работаю с подрядной организацией, ну, не со своими, подрядной организацией, потому что, ну, я говорю, мне так-то, кажется, поинтереснее, да, и более правильно. Вот, потому что, во-первых, это и бригады, да, и в обслуживании ИТП есть такие, ну, скажем так, специализированные оборудования, которые, допустим, мне покупать невыгодно, да, а вот у них оно есть, ну, и проблемы в этом нет. Вот, ну, соответственно, они просто выполняют определенные задачи, да, они обследуют углы учет, они следят за, ну, там, если... Ну, балансировку, в принципе, там, мы делаем это после отопительного сезона, закрываем все, да, там, если что-то снимаем, и запускаем отопительный сезон, делается балансировка, вот, а дальше ИТП, ну, просто, если что-то происходит, да, они там, ну, регулируют, да, так это просто... Ну, по узлам учета мы, в принципе, все видим, как они работают, вот, то есть, ну, а мониторинг осуществляется ежедневно 24 часа. Окей, стеклотехника непонятна, они на подрядчике, значит, дворников... Ну, это персонал нанимается на каждый дом отдельно, понимаете, такого нет, что, ну, вы же поймите, кто-нибудь держит там... Ну, не знаю, страшно. У вас официально все работает? Ну, вот смотрите, в этом, да, здесь я, как бы, беру, это мои люди всегда, то есть, подряд я не беру. Нет, вы, ну, белые заплаты, все, да, мне... Да, 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 да. Ну, то есть, здесь мы берем себе, потому что, ну, у меня, я говорю, большой опыт, мы же тоже все общаемся между собой. Приезжие или отпуска? Слушайте, на самом деле, по-разному, я могу сказать, сейчас, вот, был какой-то период, когда было даже среди приезжих не найти людей, вот, допустим, сейчас как-то, ну, вот, в связи, там, с определенными событиями, да, видимо... Я предпочитаю, конечно, двое, там, персонал, он очень любит работать. Но, опять же, вам говорю, что, вот, у меня, думайте, вот, на доме работает женщина, просто прекрасно, хотя она не русская... А, вон, а два дома, сколько, ну, вообще, положено? Например, 2, 6, 2, 6, 1, 2... А здесь, нет, здесь, это, формируется график уборки, просто у вас сколько парадных? Шесть. Шесть парадных, да? Вадимов, условно, указал. Да. Ну, у нас. Среди. Здесь все, знаете, вот, будет зависеть, грубо говоря, чистоты уборки, просто, ну, здесь это надо... Ну, вот сначала его вообще просто надо отмыть, хотя бы, понимаете? А что должно проводиться? Сначала генеральный убор, куда не проводилась... А, это застройщик, да, должен делать. Вот, опять же, да, видите, вот, к примеру, сейчас, чтобы, вот, ну, к примеру, заходишь на дом, да, и вот его надо отмыть просто. Ну, то есть, понятное дело, что это там не три уборщицы, да, постоянно, которые работают на дом, они просто, ну, они вот это долго отмывать, да, то есть, ну, вообще, по идее, заказать бы клиник и отмыть это все вот так разово, да, а потом уже поддерживать как-то текущий... Ну, так помню, в принципе, сделать, потому что руками отмывать вот шесть парадных, ну, там же все, стены... Ну, понятно, там пока отмоешь первую и до последней дойдешь в первую. Да, ну просто, да, хочется, они как-то регулярно делают уборки, да, сидят, а вот так вот, чтобы отмыть ваш дом, ну, я даже не буду лукавить, это целесообразно заказать клиник разово, вот, и вот реально его просто отмыть, а потом уже, ну, чтобы люди работали, убирали, ну, в том состоянии, в котором он есть сейчас. Надо еще смотреть, сколько уже сделали ремонты, а сколько еще будут завозить эти палеты... Я вам хочу сказать, ремонты делают всю жизнь, понимаете, в новых домах и везде, кто-то будет выезжать, кто-то будет заезжать, это как бы... У меня вот такой вопрос. Управляющая компания должна следить, да, за тем, допустим, как делают ремонт, да, ну, допустим, заказывают доставку, да, ну, там штукатурки, и потом эту половину этой штукатурки ко всем по-разному. Ну, вообще, да, вот, смотрите, ну, нет, вообще есть, ну, определенные уже правила установлены, да, что, к примеру, если там, ну, в некоторых заставляют надевать бахилы, ну, понятно, здесь некому, да, но, по идее, они должны за собой убирать, да, для этого, в принципе, существует... Ну, у нас же понятно, если, как бы, никто за этим не следит, и никто... Ну, либо видеонаблюдение, либо... Ну, посмотрите, ну, давайте так, вот, как бы, допустим, в рабочий период, да, если здесь находится персонал, да, если находится управляющий здесь на доме, это можно отследить, вот. В период, допустим, если это приехали вечером, ну, понятное дело, человек не будет здесь дежурить, понятное дело, что это не... Нет, ну, на данный момент у нас в основном это всем днем делается... У вас просто грязно, понимаете, то есть, ну, у вас просто не убрано и не убирается... Вот, как бы, в чем проблема? Нет, ну, тут даже не то, что не убрано. Нет такого, чтобы управляющая компания приходила и делала замечания даже за то, что люди... Ну, у вас не информационных стендов нет, понимаете, у вас нет ни объявлений, ни висит... Вообще, как бы, понимаете, грубо говоря, задача управляющей компании привести, ну, и довести до всех определенный порядок, и доводить, который существует на доме, да, как можно выгуливать домашних животных, да, скольки можно шуметь, не шуметь, куда обращаться в случае чего, график производства строительных работ, ну, как бы, она регулирует, да, допустим, вот, ну, у вас ребенок спит, да, в час, а там кто-то сверлит, вот, вы, как-то, должны понимать, ну, нормально, это ненормально, куда вам обратиться в этом случае, да, взять, ну, есть, к примеру, либо там консьержи, либо управляющие, которым вы можете, знаете, сказать, слушайте, у них сейчас дня у нас шумят, соответственно, управляющие, как бы... Бежишь по этажам в поисках, кто сверлит. А? Берешь тапки, бежишь по этажам, кто сверлит. Ну, я понимаю, я просто говорю, что, понимаете, задача управляющего звена, ну, вот, как бы, координировать работу, службу на доме, да, какой-то... Ну, я к тому, что у вас, на самом деле, не могу отучиться. Не управляете домом, это как-то организовано? Ну, у нас есть, допустим, ну, у меня организованы, это знаете как, я думаю, что на вашем доме, может быть, так не получится, вот, но вообще, перед началом производства работ, да, каждый собственник, мочековая, не знает, и говорит, я там, я планирую делать ремонт, да, я вам знакомлю с графиком производства работ, я вам объясняю, как выводится строительный мусор, куда отгружается, как там расшитеренные вопросы, да, то есть мы выходим, осматриваем квартиру, там, разъясняем, что можно делать, что нельзя, да, что там, ну, с нами нужно согласовывать, что не нужно. Там нужно другого уровня. Ну, не то, что другого уровня, просто так выстроена работа, собственник уже все, к этому привыкли, вот, и, ну, как бы, понимаете, это, на самом деле, проще, вот. Ну, понятное дело, что... Нет, это возможно и здесь делать, вопрос в том, чтобы это делал, если, чтобы это кто-то занят, потому что, на данный момент... Для этого на доме должен быть управляющий, понимаете, я говорю, какое-то управляющее звено, вот это как будто без управления. Давайте вернемся, да, это уже похоже на правду, давайте вернемся на полшага назад, значит, дворник, понятно, свой, уборщицы, будет потом, понятно, свои, да, диспетчерская, кто еще, ну, помимо главного инженера и директора управляющей компании, кто еще и что здесь почему-то звено? Управляющий на доме, на вашем, должен быть обязательно. Отдельный, свой, здесь постоянно находящийся? Отдельный, свой, постоянный. Ну, мастер или управляющий? Нет, именно управляющий дом. Человек, который координирует работу всех, да, направляет, то есть следит за, ну, как бы, за работой, да, специалистов, там, ну, я говорю, координирует, да, все свои службы. И у вас есть такой свободный, или вы будете его... Конечно, нет. Нет, ну, у меня есть человек, который, да, занимается, вот сейчас, на других домах, вот. Нет, сюда однозначно, но специалистов. Это то, что в рабочее время всегда здесь? Да, это человек, который ежедневно здесь, на доме, то есть у него свой комплекс задач, и, соответственно, он, как бы, предотчетен. Окей. Окей. А диспетчерская служба? У нас аварийная круглосуточная, аварийная диспетчерская служба. То есть есть телефон, куда собственник звонит, вот, и, ну, скажем так, там есть алгоритм, прописывается, и заявки все перераспределяются, и здесь, в принципе, не важно, там, ну, по какой, по какой проблеме, да, то есть там, ну, прописывается алгоритм, вот, нет, аварийная диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме, то есть единый телефон, это удобно, ну, какой, не надо, там, 10 телефонов, ну, звоните, подаете заявку, да, и, там, по-моему, ее уже отрабатываем и распространяем. Вот, ну, управляющий, естественно, мы, как бы, уточняем, да, и, как бы, да, да. Надеюсь, вам понравилось. Там, по-моему, еще вот подаем было. Какой-то такой след? Это по-русским, управляющей компании, я понимаю. Если, например, у жильцов возникает желание поставить слабаум, да, поставить еще какое-то... Видеонаблюдение. Видеонаблюдение. Посмотрите, это... Это мы инициируем или это вы инициируем? Это, вот, смотрите, как правильно пояснить, есть какие-то вещи, которые, ну, по идее, в эту... Ну, мы инициируем, да, потому что в ходе управления домом выявляются, ну, скажем так, определенные проблемы, да, их даже собственники не всегда верят. Да, это нужно, да. Да, и нужно. И мы понимаем, допустим, здесь, там, вот, мы убираем, там гадят, да, мы там вот это делаем, вот эти... Ну, короче, вот формируется какой-то комплекс задач по благоустройству, которые мы считаем, ну, нужным вам предложить. Вот. Ну, это и нам, как бы, облегчает определенную работу, соответственно, мы можем идти с инициативой. Ну, и собственник может, ну, допустим, собственники выходят с инициативой, говорят, мы хотим устоять на доме там, допустим, вот интеллектуально видимо, ну, условно. Понятно, что если вменяемые и на одной, и на другой стороне, то они как-то это, ну, могут организовать. Да, это дело мы вам говорим просто постепенно. Просто вот сразу хочу пояснить, понимаете, здесь собственники иногда, ну, там, бывает такое, что, ну, мы хотим что-то. Мы здесь ограничены возможностями, да, это есть выделенный кадастр, земельный участок, да, и, скажем так, есть определенный порядок. Вот если это выходит за рамки этих возможностей, мы не сможем это реализовать, инициатива, естественно, будет ответнута, да, если кто-то решит, я вот хочу. Я имею в виду, здесь вот разумный такой подход. А если это все в рамках, грубо говоря, владений, да, то, что бельджет собственником, и если это возможно реализовать, то тогда, ну, как бы, проблем в этом нет, это просто вопрос диалога между собственником и управляющим, да, школой. В любом случае все, да, понятно, средства, средства, средства. Ну, конечно, ну, как бы, проблем в этом нет, да, это делается усердно, да. Мы сами занимаемся вообще благоустройством, то есть вот даже делаем, доделываем, да, там, и делаем проекты по благоустройству, вот. Средства для этого как собираются? Либо собственники собираются, то есть целевой, целевые взносы будут? По-разному, это проводится общее собрание собственников, да, либо это целевой на какую-то, ну, конкретную, да, выделяется, либо, допустим, назначается, ну, какая-то статья, квитанция, и в течение нескольких лет себе, ну, чтобы это не целев, целевой взнос, он всегда большой, да. Да. Допустим, вот мы хотим поставить через год видеонаблюдение, соответственно, мы собираем какой-то большой взнос, и там, ну, реализуем. А можно там статью внести, это, да, вот у нас статья, там, на такие вот средства, и там в течение нескольких лет собирать, ну, мы будем понимать, допустим, что за три года мы соберем эту сумму и сможем там реализовать. Ну, то есть это зависит, вот, я говорю, опять же, от того, сколько это стоит, от суммы. Суммы, цены и текущего бюджета. Вопрос. Да. А вы сейчас на своих домах общее собрание собственников проводите? Общее. Вы организовываете или жильцы? Ну, вообще я сама все делаю. А сколько уже проводили? Много проводила. Вы их ежегодно. Вы их ежегодно. Вы их ежегодно. Вы их ежегодно. Вы их собираете? Ну, я его собираю, так, в город, но это очень сложно его собираю. Слушайте, ну, смотрите, у нас такая ситуация, что мы, собственно, не можем без коммерции, нам тяжеловато, а коммерция тяжеловато без нас. И если бы у нас была хорошая управляющая компания, то Диналок был бы налажен, серьезно, то есть, в принципе, я совсем поняла, что все, что мы будем... Они к ворум бизнес не наберут, коммерция, если вдруг что-то им нужно. А, просто очень много получения коммерческих. Коммерция за наш управляющих. Ну, потому что она пока не расстроена. Потому что она к застройщику принадлежит пока. Ну, нет, потому что... Аффилированным лицам. Вот. То есть, например, вот у нас сейчас в пятницу завершилась наша первая, которую вы финансировали. Ну, в форум мы, конечно, не набрали, но она очень достойная пошла. А сколько вы набрали? Сколько вы набрали? 9200. По форуму непонятно, потому что я до сих пор не понимаю, как там без ШКХ эту общую считает. Ну, вот я, кстати, посчитала сегодня, что в Телеграме у нас присутствует 191 квартира из 547. И если бы проголосовали все квартиры, которые находятся в Телеграме, это было бы всего 12 тысяч. То есть... А мы набрали 9. 9200. То есть, мне кажется, прямо... А в процентах от нынешнего форума мы можем оценить? Вот этот вопрос сейчас нельзя оставлять без внимания. И сейчас самый главный вопрос вообще во всей вашей деятельности, это точное понимание той собственности, которая находится в собственности, да, у людей. То есть, и какой процент от этого составляет форум. То есть, без этого дальше двигаться, ну, просто не имеет смысла никуда. Мы, честно говоря, думали, что мы понимаем, пока мы начинали голосовать и голосовали. Есть полная раскладка по цифрам, которые основываются на площадях, ну, площадях из ГТРН. То есть, мы посчитали, суммировали все площади квартиры, все площади неживых помещений, которые являются... По выпискам, да? Да, по выпискам. Посмотрели, на какие помещения в собственность не зарегистрированы. То есть, они ничьи... Они не могут быть ничьими. Они... Это либо... Они не переданы... Они переданы, но... Не оформлена функция. Но они тоже учитываются в голосовании. Ну, да, да, да. Соответственно, вот... Для того, чтобы... Они могут голосовать сейчас? Нет, они могут голосовать. У вас долевое строительство? Уже ж год прошел. И что? Они... Неважно, оформление права собственности – это право собственника, а не его обязанность. Он может оформить собственник когда угодно, но право голосовать у него есть. Но, насколько я понимаю, там же годом ограничено. Нет, там ничем не ограничено. Это право, это не обязанность. Соответственно, если он по акту приема-передачи принял помещение, то он также имеет право голосовать. Но как минимум у него нет зарегистрированной этой собственности в ГИС ЖКХ. Он не может проголосовать электронно одно касание. Он не может в ГИС ЖКХ проголосовать, но я говорю, это не лишает его права голоса. То есть пока у человека, там какое звено, застройщик, передает по акту приема-передачи помещение. Он его передал. И вот это лицо, оно несет права собственника до того момента, пока оно не оформит собственность, да, либо там не продаст, либо не оставит себе, но это не лишает его права голосования на общем собрании. Ну ничего страшного, это же еще и лучше нам теперь. Нет, нет, мы бы все равно корм не набрали даже с учетом тех незарегистрированных, не оформивших собственность квартир, которые будут приняли участие. Ну сколько это, процентов 30, наверное? 28. 28 у нас в итоге проголосовало. 28 это что, от общего числа? Да. От общего числа? Да. Ну это чтобы вы понимали, мы это в чате. Ну нет, это очень мало. Смотрите, общее собрание невозможно провести ни в электронных системах, ну я вам просто говорю, что это ни в чате, ни в каком другом виде. Единственная задача, я вот уже объясняла, вообще как это нужно делать. Вы разбиваетесь по парадным, вот актив, активисты, да, и закрепляете за собой каждый, ну там, я не знаю, может быть там, вот так, 3 человека в одной парадной живет, значит вы разбиваете этажи, там, один человек в одной парадной с кем-то делит. То есть вы закрепляете за собой определенное количество помещений, квартир, да, заявляете собрание, и ваша задача пройти все свои помещения лично и подписать эти береги. Это единственный вариант, у других нет. Ну у нас это был пробный вариант. Ну да, я понимаю, я вам просто рассказываю, что вот это единственный вариант, как можно собрать двором. Да, да, да. В начале месяца. Я просто все к вопросу. Я, может быть, сказать, что практика складывается другая, но я считаю буквально. Лица, принявшие от застройщика, после выдачи разрешения на ввод МТД в эксплуатацию, правило принимать в части общих собраниях, принимать решение по вопросам, отнесенным к компетенции территории в порядке установленных процессов, в течение года, со дня выдачи разрешения на ввод МТД в эксплуатацию. Можно я? Я просто насколк, не воспринимаю. У меня просто экран садится, поэтому это там. Нет, то, что вы сказали, то, что разделиться по парадным, это все понятно, это мы так и сделаем. Это еще надо, чтобы все заселились на чужие. Ну это на осень. Это немножко не то, мне кажется, Маш, я потом посмотрю, хорошо? Просто есть еще судебная практика, но они имеют право принимать участие, их надо учитывать. Считаем просто обучение. Это, ага. В текущий день. Маша, это расскажите, какая-то, я прошу потом, 44-й, да-да-да. Я давайте потом, ну, посмотрю, скажу вам детали по этому вопросу, вот. Но они также участвуют и могут заявить потом тоже. Это я вам даже уже исходя из судебной практики больше говорю. Вот. Мы сейчас что-то отклонились, говорили про голосование. Нет, мы про голосование, да. Да, ну, мы вот провели пробное, оно две недели проходило, объявили только в начале июня. Собственно, две недели прошло. Мы собрали 28%, потому что люди проголосовали онлайн. Мы не ходили вообще... Надо понимать, что если бы у нас был вот этот ресурс коммерческих помещений, мы бы тоже не брали. У нас только паркинг, 5500. А что вам мешает? Ну, там проблема в том, что на застройщике она... Я с ней говорил, да, она, в принципе, изначально, как она поняла разговоры, она все... И по желанию, это, собственно, отношение, которое у нас паркинг, но он, как положено, не разделен сейчас на самом деле. Для формы нажима за стол. Вот, да, он просто единым. Пусть плавает, 5500, да, голосов. И подголован его, ее собственником является, вот я с ней общался, она сначала пошла на встречу, обещала, что принято участие. Нет, она, как, я ей объяснил, что мы хотим вот совет дома, как бы, более как, ближе к УК быть, контролировать. Да, да, все, пришли, все, я почитаю, я отправил в WhatsApp. Видимо, там, наверное, не очень понравилось про их застройщику вот это все. По некоторым данным, это гражданская жена застройщика, поэтому на ней и паркинг, собственно. Да, а у нас все... Ну, там еще, помимо паркинг, вот эти два здания... Там у нас есть такие УЛО Кризма, УЛО К67 и у всех у них генеральный специалисты. Ну, вот смотрите, вы меня спрашиваете по поводу собрания. Я вам рассказываю, вот, фактически, ну, как строится работа. Кто-то, вот, если у вас инициативная группа, к примеру, вы инициативной группой приняли определенные решения, да, мы все адекватные люди и понимаем, что вы действуете в интересах собственника. Вот на этот вопрос надо закрыть. Дальше, грубо говоря, если вы заявляете в собрание, то есть провести общее собрание собственника очень сложно. Я вам, вот, еще раз говорю, ему надо подготовиться всегда, да, сделать повестку полную. Подготовиться, все посчитать, потому что нужно понимать, что оно может быть всегда оскорено в суде, да, соответственно, ну, делать его надо только в правовом ключе и в правовом поле, заявить его. А дальше вам не надо, грубо говоря, как-то там много разговаривать. Вы уже понимаете, у вас есть 28% людей, к примеру, которые готовы участвовать и готовы, там, отреагировать на ваши инициативы. Значит, вы собираете эти 28 бюллетеней. Да, а потом просто подходите, вот, скажи, там, глава, бюллетеней, вы говорите, слушайте, мы вот инициативная группа жильцов, мы проводим собрание, да, мы меняем управляющую компанию. Да я не так и сказал, я же не перезвонил. Да, и прям, нет, вы ей ничего, никаких не милитериалов... Вы просто говорите, слушайте, заполните нам бюллетеней. Вам же все равно, а мы уже решили... Она мне сказала, что я работаю в супружающей компании, она меня обслуживает. Я против них, против них, поэтому... Хорошо, заполните так, как хотите заполнить, понимаете? Она нам сказал, если мне лично позвонил в управляющей компании и скажет, что проголосуете, тогда я проголосую. Погоди, погоди, Роза, тут мысль какая-то. Пусть она против проголосует. Да, пусть даже против. Она была глором. Она делает вам глором. Вот, ну, пусть она там голосует против. Ну, да, она, возможно, не пальцемнем, но другие могут рядом оказаться. Я вам просто говорю, что мы не конкретно же, про нее есть другие люди. Ворум собирается, даже если 50% проголосуют, неважно как. Да, конечно. Нет, смотрите, сначала ворум, это просто количество проголосации. То есть правомощные собрания принимают, это одна часть вопроса. А дальше вопросы делятся, да, есть в общее собрание, допустим, об изменении способа управления дома. Да, голосует определенное количество, там, две трети, по-моему. Вот, и, то есть, соответственно, каждый вопрос вы должны уже, я вам говорю, это чистая математика. Здесь нужно все посчитать на каждый вопрос, сколько вам нужно собрать квадратных метров. И вы должны четко знать и понимать. Смотрите, если вы, допустим, голосует 51% собственников, то уже внутри него решается, там, допустим, из них, из этих 51-30 проголосовали, значит, принимается решение. Есть вопросы, повески, две трети, поэтому ваш кворум, он должен быть не 51%, он должен 73% быть, для того, чтобы потом у вас, ну, и вам надо всеми этими процентами закрыть некоторые вопросы. Ну, а смену управляющей компании стоит? Ну, по-моему, две трети. Нет, нет. 50 размеров. То есть, если 50... Ну, просто две трети мы не соберем. Ну, там будут... Нет, нет, это точно 50. А да, да. Это управляющая компания. Простое обещание. 50 среди 50 проголосов? Да, нет, нет. Нет, нет, нет. Погодите, поделитесь. Сначала есть правомочность. Это кворум. Кворум вообще не важно, как голосовать, важно, чтобы приняли участие. Приняли участие больше. А дальше, когда оно правомочное, мы уже подсчитываем за, против... Смельная сибирь, пока нет. Нет, там просто нет повестка по смене, она большая повестка. И там, ну, надо... Я потом посмотрю, какие вопросы... Ну, да, потому что вот очень... Нет, каждое собрание, ну, как бы, оно готовится и просматривается, что... Ну, вот очень важен этот момент, сколько нам нужно набрать. Да, сейчас самый важный момент вам нужно рассчитать, это в квадратных метрах, все. То есть, сколько вам квадратных метров нужно набрать на кворум и, соответственно, ну, вот, вопросы, по которым нужно для смены. А, стой, боже мой. Ну, вот сейчас, да, все равно, если готовится... А вы как зашли в дом? Смелную каблу или просто наностроить это? Нет, ну, сами зашли на дом, провели собрание, все, организовывали, все. Ну, по первому настройку, да? Это был дом построен, перед... У нас была управляющая компания на доме, да. Сами зашли, сами все делали. То есть, вы готовы помогать? Что? Все, в школу? Слышите, я могу вам помочь с административной частью, ну, подготовка собрания, понимаете? Это подготовка, уведомление, потому что я говорю, вот, когда готовится такое собрание, ну, нужно всегда вы готовитесь прицелом на то, что... Ну, я, в данном случае, ну, я считаю, вероятность 90, там, процентов, что они будут его оспаривать. Вот. И, соответственно, процедуру надо проводить таким образом, ну, чтобы в суде вы выиграли этот суд, да, то есть по факту. Вот. И, конечно, да, сама процедура, она должна проходить в полном соблюдении. То есть, в данном случае, там, ну, нужно рассылать все равно и, там, письма уже указана в суд, да, и... То смену УК надо отдельно, да, собирать? Ну, в смысле, не смешивать вопросы? Нет, нет, это готовится единая повестка, заявляются общие собрания, он его включает в себя сколько угодно вопросов. Но там будет большой перечень вопросов, потому что нет смысла на таких домах проводить собрания, вот, с вопросом о смене УК, а через три месяца проводить еще собрания, там, потому что, как бы, ну... Выдержать тарифы, там, выдержать сразу, сразу. Да, то есть, там готовится большая повестка, которая позволит, грубо говоря, не только реализовать переход, но и плюсы позволит работать управляющей компанией, да, уже, ну, как бы, с готовым беречным задач, да, полномочий, потому что, если собственники не передают полномочию, управляющая компания, она, ну, не может ничего делать. То есть, у нас такая деятельность, где на любое действие должен быть протокол и решение общего собрания в суде. То есть, если оно есть, ты правомочен, если его нет, то у тебя нет полномочий, и уж, что вы, там, хотите, не хотите, сделайте... А если заходить будете, то на какой сироп? Ну, там, прописывать, год, три, пять, там... Как вы решите, как вы прописываете? Ну, нет, я думаю, что тоже надо, надо поценить, там, все, посмотреть, как бы, или так? Ну, у нас простой вопрос. У нас уже вымучивали пятилетний договор, и только такой, и с каким-нибудь, типа, расторжением. Поэтому нас слегка этот вопрос, да, у нас... Нет, слушайте, нет, это, ну, я вам говорю, у меня вообще таких, ну, никаких задач не стоит, понимаете? Мы, наоборот, я вам говорю, что я развиваю совершенно другое направление, да, я пришла в эту сферу, именно как собственник помещения, а не как, там, лицо, да, которое, где-то работало, да, и попало туда. Нет, я пришла сюда как собственник, и я, наоборот, развиваюсь совершенно другое направление в управлении домами, где людям комфортно жить в доме, где они получают услуги, где они не бегают за управляющими и не требуют чего-то. Когда им предоставляется, это как услуга. Ну, я говорю, везде там бывают свои нюансы, я не отрицаю, что вообще там все круто, вы будете сидеть, курить бамбук, а мы будем там бегать. Нет, так не будет. Нет, я про то, что речь идет, ну, как вам сказать, о решении вопросов, да, собственники получают. Ну, поверьте, я прекрасно понимаю, как у вас там запросы в части управления домом. К сожалению, просто в такой ситуации довольно сложной. Поэтому я тоже со своей стороны, ну, такое для меня, можно сказать, непростое решение. Понятно. Я пока задал все вопросы, которые я хотел. Мне кажется... Можно я вопрос? 50, да. Большинство. Вопрос вот по цене услуг, да, вы, ну, по цене услуг, вот, по квитанцам, собственно, вы там примерно, да, с... Ну, я сориентировалась примерно. Сами сориентировали, да. Вот что, просто мы, я не смотрел, какие именно, вот в какой части именно вы видите увеличение. Ну, вот смотрите, давайте попробуем разобрать... Я просто полицию. Я только сейчас... А, ну вот, бюджету, да? Вот смотрите, содержание общего имущества. У вас сейчас тариф 8.08, да? То есть в месяц вы собираете 204 тысячи по этой статье. Это статья, которая уходит, ну, на содержание, там, инженерно-технического персонала, на, ну, тоже, там, какие-то закупки, ну, опять же, там, я не знаю, это не статья, текущая в ремонт, да, то есть здесь все, что же там, лампочки, какие-то там, провода, ну, такой мелкий расходный материал, крупный какой-то, вот он весь уходит туда. Да, да. Я просто даже, ну, из оценки стоимости работ, да, там, инженерно-технического персонала, вот, и примерно так вот прикидываю, ну, то есть у меня же есть бюджет, с которым я работаю, да, и понимание. Я считаю, этого мало, ну, просто объектива мало. Или на расходы, или на зарплаты тоже. Это зарплаты, все, налоги, да, это все входит сюда. Здесь они полностью черно работают, все дворцы. Ну, я не знаю, как они работают. Вы мне, знаете, вопрос, да, я сейчас не за них отвечаю, вы мне просто говорите про бюджет. То есть, это то, примерно, как бы, ну, я вижу, что этого мало, да, этого будет недостаточно, да, соответственно, тут надо будет там думать. И опять же, вот это все равно нужно примерно посчитать, какой нам нужен там зип, да, для, ну, даже представьте, там, закупить лампочки, да, для того, чтобы менять освещение, да, что регулярно, чтобы оно было здесь. Ну, одни лампочки, да, мы комплекс большой, вот, мы не понимаем там, что в приявках, да, есть там насосы или нет, понимаете, это опять же там обратный клапан. Я вам говорю вообще просто про самые мелкие расходные материалы. Ну, сразу вижу, что этого мало, соответственно, там написала небольшое увеличение. Вот текущий ремонт, я тут даже не вижу смысла рассуждать, у вас сейчас 6,63, вы собираете в месяц по этой статье, начисляют, вернее, 160 тысяч в месяц. Это на весь объем дома. Вот, ну, даже прикиньте, вот за год вы собираете миллион девятьсот двадцать, ну, вот вы специально, вот в год весь комплекс собирает миллион девятьсот за год. Это начислено, да, ну, там же собирает. Ну, вот как бы сопоставить. Слушайте, убей бог, не могу сопоставить. То есть я понимаю, что это очень небольшие деньги. Это очень небольшие деньги. Но я не знаю, сколько здесь требуется текущего ремонта в течение года. Сколько у нас было. То есть они покрасили пару раз входной двери, это я видел. Ну, посмотрите. Ну, вот пару раз, они раз покрасили, лучше бы не красить. Ну, да, но покрасим. Ну, вот это тоже так помню. Штапики эти, они пилили и ставили. Ну, на миллион девятьсот нет, конечно. Да, это даже не на миллион девятьсот. Вот смотрите, в текущий ремонт все равно будут ходить вопросы, ну, какого? Ну, восстановление косметической отделки, да, вот, покраска. Даже покрасить все там ограждения, да, все, вот весной там было восстановить благоустройство его сделать. Это все равно объем краски, да, и никак там это не два литра. Вот, грубо говоря, выполнить какие-то, ну, допустим, если какие-то участки мы восстанавливаем, да, там, не знаю, там, участок трубы. Если мы ремонтируем, там, насос, да, везем, вот, опять же, там, составление, это же тоже процедура, составление акта дефектовки, да, потом направление на ремонт. Если он сломался, значит, покупается новый. Ну, это, как бы, уходит в содержание, да, а ремонт уходит в ремонт, да, там, распределяются расходы. Ну, как бы, я вам про то, что из опыта эти деньги небольшие, да. То есть вы смотрите годовой свой бюджет. А где у них большие? Потому что платим-то мы же мало. По общегородскому... Вы, смотрите, вы немало, потому что вы смотрите, вы получаете совокупность платежей, понимаете? Вы получаете, как бы, определенный набор, да, но коммунальные уходят ресурсоснабжающие, это уходит, там, зарплату, да, то есть управляющий, по сути, вот, из вашего, остается только в фонд текущего ремонта, ну, так, по идее. И содержание, потому что в содержание, я говорю, там, ну, туда закладывается тоже расходный материал определенный, вот, и если, грубо говоря, он не покупается, тогда какие-то денежные средства там... А как вот нам проверить, действительно, расходуются эти деньги? Финансовый отчет. А вы будете показывать, да, что вы... Конечно. Так, я не знаю, что вы запрашиваете, не знаю. А? Нет, они там, наверное, говорят, что вы... А вот вы... Так, а такой еще вопрос. Вот, по-вашему дому, где вы сейчас работаете, вы уже сколько лет? Семь. Сейчас какой год? Ну, короче, ну... Двадцать второй год. Двадцать второй год, с пятнадцатого года, поскольку. А еще два дома у вас? Вот, недавно, да. Я просто, ну, я вам говорю, что управляющая компания открыла в прошлом году. Вы просто смотрели, вроде как там юрлицо вообще недавно? В мае прошлого года. Мне кажется, что какой-то другой это нашел, потому что фамилию кто-то будет. Не-не-не, там был май этого года, но потом я посмотрел, там неверная информация, май прошлого года, двадцать первого. А вы надо вот смотреть на налоговую, запрашивать выписку и смотреть только на официальных источников налоговую, хоть на налог.ру. Нет, я сегодня посмотрела, подготовила, но все в порядке. Я не помню число, или семнадцатый, или какое-то. Середина мая двадцать первого года, да. Да, зарегистрирована. Да, и сейчас вот мы работаем на двух объектах тоже. Ну вот они тоже хотят перейти в управление, но у них какая-то... Коллеги, давайте какое-нибудь резюме подводить, мне кажется. Потому что мы и Марину должны, наверное, уже отпустить рано или позже. Маша, а ты будешь свою работу открывать? Я думаю, уже все куда-куда или иначе спрашивали. Ну может какие-то или не спрашивали. Да нет, по-моему все. У меня там нет доступа, а не там вопросы. Ну я уже даже перифицировать не могу. Я могу открыть, по-моему, мы примерно все доступили. Но мы уже тогда в том или ином контексте. Сейчас я гляну. Мне кажется, просто мы уже все вообще дали. А можно вот в ваш дом, который за семь лет управляет? Последит? Ну все едет. Да вообще без проблем. В открытом доступе туда дальше. Нет, просто съездить, ну не знаю, в выходной день кто-нибудь у нас съедет. Фотографировать. Ну чтобы это же показательно, да? Я не, у нас не падает, а? Это показательно за семь лет. Он не назвать или нет? Нет, это Суще не знает. А сам дом устроился в Тур-Сити. Лейб-Фраус он называется. У нас просто связь с домами улицы. Почему? А у нас у текущей пророче-компании в управлении до нас был всего один дом, и он 20 домов уйдет. Правда? Серьезно? Да. Веда устроя. Слушайте, мы не задали, да, вопрос первый, собственно говоря, который самый толковый был. Нам вот эти проверки от государственных надзорных и контролирующих органов, имеет ли смысл затевать до того, как мы поставим вопрос на общем собрании о смене УК? Или...